Курортный сезон в Анапе должен пройти под знаком безопасности. Такую задачу поставил глава города перед всеми ответственными службами. В зале представители детских здравниц. Они несут ответственность за безопасность детского отдыха на своих территориях. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Суханов напоминает о требованиях к пожарной безопасности. Особое внимание к электричеству непосредственно в детских корпусах. Вы видите все розетки на один-два рубильника. Дети уходят, администратор прошел, отключил. Дети зашли, администратор включил. И хотелось бы вам напомнить, что если пострадал два и более человек, особенно дети, это возбуждается уголовное дело. Однозначно на директора и на должностных лиц, которые имеют отношение к пожарной безопасности. На заседании также шла речь о мероприятиях антитеррористической направленности. Охрану необходимо сертифицировать, а все объекты обеспечить системами видеонаблюдения. Силовики предупреждают, кроме плановых проверок, будут проводиться и специальные оперативные. Под видом любого там правонупосетителя на территорию проносится муляж взрывного устройства. И закладывается где-то либо на территории, либо в одном из служебных каких-то помещений или жилых там корпусов и прочее. И наблюдается реакция в течение определенного времени. Если предмет не обнаружен, составляется акт о проведенном мероприятии, направляется информация ФСБ Краснодарского края. Дети должны знать и соблюдать элементарные правила безопасности, а в случае чрезвычайной ситуации правильно себя вести. Организация лекций, фильмов и бесед также лежит на детских лагерях. Именно через проведение всех этих конкурсов, игровых программ, различных мероприятий тематических, дети познают правила пожарной безопасности. Они как бы это впитывают в себя, и эти правила им потом пригодятся в их жизни. И очень бы хотелось, чтобы руководители детских здравниц это понимали и проводили эти мероприятия в своих учреждениях. Потому что это может предупредить и пожары, и различные чрезвычайные ситуации травмирования и гибель детей и взрослых, которые находятся на отдыхе и работают. Представители Центра противопожарной профилактики предложили взаимовыгодное сотрудничество. Они готовы сами выезжать на место отдыха ребят и проводить профилактические мероприятия. Также будут организованы экскурсии, на которых ребята смогут посетить пожарную часть и узнать все тонкости работы огнеборцев.